Жилой массив Аркадийский дворец начал вырастать на склоне 10 лет назад. Инвесторы, то есть владельцы квартир, массово выкупали парковочные места. Их предлагал сам застройщик. Правда, дороговато – 20-30 тысяч долларов за место. Все бы ничего, если бы позже стоянку с их же парковочными местами не продали частному лицу. Причем весь участок ему обошелся всего в 20 тысяч. Управляющая компания, домом Аркадийский дворец, фирма «Управдом», незаконно продала строить паркинг, принадлежащий жильцам всего дома, который был построен вместе с этим комплексом, входил в один комплекс. Незаконно продала его втайне от жильцов, продала его частному лицу. Там у людей парка места из частной собственности, которые заплатили за них как минимум от 25 до 35 тысяч долларов в свое время прогресс-строю. И вот этот начальник прогресс-строя все это организовывает, и продав всю парковку, продал дешевле, чем стоит одно паркоместо. Здесь какие-то жулики, мошенники, изжеки и это, б***ь, ни хрена не делают, только и управдом и это, б***ь. Какой-то кошмар собрался. Только деньги делают, снимают у людей деньги. Экскаватор приехал сюда утром. Рушит бетонную конструкцию, которую когда-то соорудили жильцы для защиты парковки. Люди сразу же вызвали полицию. Строители исчезли, но на территории жилого комплекса появились сотрудники охранной фирмы. Мы жильцы дома, которые платим, в принципе, за охрану. Это мы вас вызывали, да? Это вы называетесь ОПП Юг, да? Ваша организация. Скажите, пожалуйста, а кто вас пригласил? Кто вас пригласил сюда сегодня? Мы вас вызывали сегодня, да. Кто вас вызвал, скажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, что это структурное подразделение, там есть руководство. То есть руководство вас вызвало охранять, вас от нас, да? Здесь мы не чувствуем, как хозяева. Здесь хозяева жековцы. И свои у них есть охрана, которые договорились за наши деньги. Оплачивают, вот их возят сюда и нас пугают. Это какой-то кошмар. Мы ничего не решаем здесь. Нас только заставляют, то это выполняйте, то столько денег давать или туда с детей, или так. Мы не знаем, здесь в плену как будто. Строительство дома на месте стоянки затронет не только жителей Аркадийского дворца. Ведь парковка изначально была построена без специального фундамента. Несколько этажей без должной опоры, к тому же вблизи вертикального склона, могут привести к трагедии. Сам обрыв, он все больше приближается к самому Аркадийскому дворцу. После этого, когда видишь, что не замечаются эти моменты, и появляется некто, который говорит, я здесь буду строить отельный комплекс, но, честно говоря, это просто строить, имеется в виду на паркинге, на этажном этом строении, то, конечно, это вызывает просто удивление, мягко говоря. Как можно вот так просто взять, не заметить вот эти все уже прямые факты аварийного состояния склона и начать здесь стройку. Он строился на ленточном фундаменте, просто артикальные стены. В то время, 10 лет назад, была горизонтальная площадка, еще метров 30, и пологий склон на аллею. После реконструкции аллеи, когда срезали склон, ровно 8 метров здесь находятся детские аттракционы, аллея, где гуляют тысячи одесситовых гостей города. Он и так уже ползет, появились огромные трещины, деревья проросли сквозь стенки. Но, подстроив здесь сверху дом, здесь просто не может не произойти катастрофа, которая приведет к человеческим жертвам. По словам активиста-эколога, в опасности окажется и главная аллея Аркадии. Аркадийская аллея в этом случае, имеется в виду в случае начала активного обрушения склона, грозит, естественно, но фактически в лучшем случае, это самый-самый лучший случай, это просто завалить саму аллею. Вместе со всеми этими строениями, аттракционами и так далее. В худшем случае, это будет множественное количество жертв, и этот вариант, он как раз ближе к реальности. Комментарий обратной стороны получить не удается. Управ дома на месте нет. Замедлить сползание склона с учетом огромной нагрузки на него практически невозможно. Но стройка отеля на месте парковки только ускорит процесс. Тем временем, жильцы дома пытаются не позволить недобросовестному застройщику заработать двойные деньги безнаказанно за их же средства. Вероника Годятская, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.